Партнеры проекта. Стройные и счастливые 16 шагов к идеалу. Клуб Energy Fitness. Фитнес нового поколения FitX Body. Wellness Slim Club. Специалист по коррекции пищевого поведения Ольга Хафизова. Школа-студия Татьяна Овсянниковой. Room and Kitchen Bar. Салон красоты Persona. Медицинская клиника Sonata. Центр психологии и йоги Гималайи. Аэрокомплекс Первушина. Модельное агентство Status. Фотограф Илья Немков. Воля способна изменить даже линии на ладони, не говоря уже о нашем теле. Мы с нашими участницами приехали в Energy Fitness, где нашей героини Евгения ждет один из самых симпатичных тренеров – Дима. Сегодня мы проведем тренировку на ноги. В конце сделаем с вами пресс и растяжечку. Хотел бы у вас лично спросить, у вас какие-то противопоказания есть по здоровью? Я кормящая мама, если это является противопоказанием. Поздравляю вас с материнством. Так, и теперь мы приступим к тренировке. Первый у нас будет петли Трикс. Они у нас будут направляться на задний бицепс бедра. Плюс у нас еще пойдет как растяжка ноги. Вам будет очень как бы полезно. Так, суть в чем заключается? Сначала покажу на себе. Ножку вставляем в петли Трикс. Так, сейчас. Евгения, это у нас ГАК-машина. Сейчас мы будем дальше продолжать тренировку на бицепс бедра. Сейчас я тебе покажу технику исполнения. Ложимся на спинку. Спину полностью облокачиваешь. Голову. Ножки ставишь параллельно по линии. Так, мы один подход сделали. Еще нам предстоит два подхода. И мы переходим на следующий тренажер. Садись. Сейчас мы надеваем манжеты. Это у нас для кроссовера. Сейчас мы будем делать отведение ноги назад на скамье. Это у нас для ягодицы. Весь акцент будет на ягодицу. Прицепляем карабин к манжетам. Ногу сгибаем в колени. Сейчас мы будем делать упражнение на ягодицы и на бицепс бедра. Смотри, его можно сделать, упростить без скамьи. Но можно еще как бы его немножко усложнить. Но она будет более эффективна. Левую ногу ставим по линии. Правую ставим на скамейку. Опускаемся вниз. Смотрим вперед. Спина прямая. Затем встаешь. Опускаемся поглубже, чтобы максимально напречь ногу. Как чувствуешь себя? Ой, шикарно. Тебе понравилось это? Очень. Всем рекомендую. И локтями выпираемся вниз. Ножки висят свободно. Делаем выпрямление ног. Фиксация наверху. Опускаем ножки. Делаем 10 повторов. После делаем сгибание ног. И выпрямляем ножки вверх. Так, Жень, сейчас мы будем с тобой делать зашагивание со штангой. Гриф у нас весит 10 килограмм. Это будет твое заключительное упражнение на ноги. Сейчас порастягиваем ножки. Как раз мы их немного замучили, чтобы завтра у тебя не скапливалась молочная кислота, и ты порхала как бабочка. Пойдем? Супер кайф. Жень, расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях о тренировке, ну и, конечно же, от тренера. Мне кажется, тебе достался самый симпатичный. Ну, а симпатичный свой тренер я не знаю, но тренировка прошла замечательно, да. Пока, конечно, я ощущаю бодрость, но уже чуть-чуть чувствую напряжение. Думаю, что завтра мышцы дадут о себе знать. Я видела, как у тебя пот просто капал. Конечно. Я видела, мне казалось, что ты вот еще немного, и ты упадешь. Но ты улыбалась. Как раз таки да, тренер настолько подбирает правильно все упражнения, что нагрузка ощущается, но как-то все выполняется очень легко, а что самое немаловажное, все безопасно. В какую-то ситуацию тренер где-то поддержит, где-то подскажет, как сделать правильно, чтобы не было никаких травм, уж не дай бог. Здравствуйте! С вами Хафизова Ольга и наша рубрика «Секреты похудения». А знаете ли вы, что при помощи обычного завтрака можно стать намного умнее? Расскажу вам маленький секрет. Что в основном вы употребляете на завтрак? Часто это бывают каши, либо быстрые завтраки, которые можно купить в любом магазине. Иногда это булочка с чаем, какой-то пирожок, какая-то выпечка. Но тот ли этот завтрак, который вам нужен? Дело в том, что при употреблении углеводов вырабатывается такой гормон, как серотонин. Это гормон радости, но он же еще и расслабляет. Таким образом, поев углеводной пищей перед важным событием, перед учебой, перед работой, вы расслабляетесь, и делать вам уже особо ничего не хочется. Сможете ли вы быть столь эффективными и работоспособными? Конечно, нет. Но если вы употребляете белковую пищу, такую как мясо, рыба, творог, яйца, вы становитесь более работоспособными и, можно даже сказать, чуточку умнее. Поэтому рекомендую настоятельно употреблять белки по утрам, а не углеводы. Будьте умными. Всего доброго. Фаина Раневская как-то спросила Марлен Дитрих. Милочка, как вам удается сохранять такую потрясающую фигуру? Ничего особенного. Утром кекс, а вечером секс, сказал Марлен. А если не помогает, тогда кекс отменить. Я не сторонница таких жестких мер, поэтому я с нашей героиней приехала в фитнес нового поколения, в фитекс-боди. Арсен, когда я рассказываю своим подружкам о вашем фитнесе, первый вопрос возникает. Какие противопоказания? НегрТЛ – это не вредно? Все-таки электрический ток, а вдруг там миостимуляция может подействовать, спровоцировать какие-то хронические заболевания? Противопоказания у нас стандартные, как в любом фитнесе. В принципе, с данными противопоказаниями даже бы не стали ходить, заниматься. Но это серьезные заболевания, сердечно-сосудистые системы, онкология, наличие кардиостимуляторов и тому подобное. А скажи, а есть заболевания суставов? Это является противопоказанием? Нет, в нашем фитнесе заболеваний суставов как раз-таки нет. Это даже можно отнести к части показаний. То есть можно при помощи электромиостимуляции даже немного восстановить. Арсен, скажи, пожалуйста, а вот кормление ребенка не является противопоказанием? Ну, так таковым является, но у нас мы можем это предостеречь от плохих последствий, тем самым, если отключим импульс с груди, тем самым уменьшим воздействие импульса. Отлично. Ну что ж, наступаем к тренировке? Приступим. Арсен, это наша героиня Женя. Надеюсь, ей понравится также тренировка. Она просто не знает, что ее ждет. Для начала становимся. Душевую? Так, образно. Так что, поработаем. Может, есть какие-то пожелания тренировки? Да, я сказал, что у нас живут. Живут. Отлично. Тогда мы сегодня с вами потренируем эту область. Так, я еще услышал, что вы кормите, да? Хорошо. С этим учетом мы составим вам тренировочку. Костюмчик. Костюм тянется. Главное, чтобы костюмчик сидел. Так, отлично. Руки в стороны. И полетели. Нет, пока не полетели. Для полета немного рановато. А первое, с чего я начну, я начну вам настраивать импульс. Вот. Так, сейчас установим импульс. Он у нас будет к кардионаправленности. Так как нужно нам убрать животик немного. Хорошо. Мы приступаем. Первое, с чего я начну, это будут ноги. Вы, наверное, почувствовали уже, да? Такой комфортный импульс. Я бы сказал. Хорошо, грудь мы не трогаем. Отлично. Мы сейчас с вами разомнемся. Разомнемся мы с вами на дорожке. Так, передвигаемся. Сопротивляйтесь. Потому что смысл МС-тренировок – это сопротивление импульсу. Что, мы хотим бежать? Нет, мы ходим. Не бежим, мы ходим. До свидания. Да. Здесь, кстати, очень много людей даже просят импульс пожестче, посильнее. В частности, я. Да. Добавьте, конечно, без проблем. А так или еще можно? Пока, говори, так. Хорошо. В частности, я. Я всегда прошу, чтобы стимул, импульс был сильнее, потому что я хочу получить мгновенный эффект. Добавляй по полу. Добавляю везде или где-то отдельно. Задняя мышца нарезает? Как он уходит? Задняя поверхность бедра. Уже три, четыре. На одну ногу вдох, на другую выдох. То есть опустили вдох, выдох, вдох. Выдох, хорошо, вдох. Следующее упражнение. Руки также у нас остаются под ягодицами. Это у нас ножницы уже горизонтальные. Хорошо. Ноги поднимаются точно так же, примерно на 45 градусов. Хорошо. Движение делается немного пошире ногами. Такие минуты, кажется, еще две минуты, и я умру. Как ощущения? Следующее упражнение. Немного остановимся, проверим. Делается таким образом. Садимся на край степа. Назад опираемся руками. Вперед ножки, ноги вытягиваем. Дальше делаем следующее. Корпус закреплен, движения не выполняют. Делаем вдох. На выдохе. Поднимаем ножки. Вдох. Выдох. Жень, ну ты сама напросилась. Ты сказала, что надо убрать живот. Делаем вдох. Вдох через нос. На выдохе ноги поднимаются. Корпус не двигается. Старайтесь. Повыше. Дорогие телезрители, если вы хотите понять, что чувствует наша героиня, приходите на пробную тренировку в FitXBody. Запись по телефону, указанную на экране. Сначала делайте вдох. На выдохе. Вдох. И выдох. Отлично. Вдох. Выдох. И поднялись, держимся. Я давлю, вы сопротивляетесь. Дышите, дышите. Хорошо. Ложимся на бок, на любой. Снова опираемся на предплечье. На предплечье нет, не на трицепс. Вот так, хорошо. Ноги вытягиваем. Снова я делаю упор. Так, носки параллельно стоим. Хорошо. Вдох. И на выдохе поднимаем здесь. Хорошо. Главное не подняться, главное оторваться. Ноги вместе. Сейчас у нас наклоны в сторону. Делается таким образом. Во время наклона мы делаем вдох. На выдохе выпрямляемся. Наклоны делаем сначала в одну сторону, после чего мы меняем. Раз, еще один раз. И отлично. Хорошо. На этом мы сегодня с вами закончим. Женя, скажи, пожалуйста, какие у тебя ощущения после фитнес-тренировки? Ощущения супер просто. Да? Мне очень понравилось, да. Ты занималась 20 минут. У тебя какое ощущение? Как будто час занималась или два занималась? Два. Усталости? Два. Два часа как минимум, да? Да.